Она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее и брошено к ее ногам. — Все же художник этот совсем старик, — сказал Пуссен. — Он будет видеть в тебе только прекрасную форму. Красота твоя так... совершенна. — Чего не сделаешь ради любви? — воскликнула она. Пуссен прижал Жилетту груди, весь поглощенный мыслью об искусстве. — Он больше не любит меня, — подумала Жилетта, оставшись одна. Она уже сожалела о своем согласии. Но вскоре ее охватил ужас, более жестокий, чем это сожаление. Она пыталась отогнать страшную мысль, зародившуюся в ее уме. Ей казалось, что она уже сама меньше любит художника с тех пор, как заподозрила, что он меньше достоин уважения. Три месяца спустя, после встречи с Пуссеном, Парбуз пришел проведать мэтра Френховера. Старик находился во власти того глубокого и внезапного отчаяния, причиной которого, если верить математикам от медицины, является плохое пищеварение, ветер, жара или отек в надчревной области, а, согласно спиритуалистам, несовершенство нашей духовной природы. Старик просто-напросто утомился, заканчивая свою таинственную картину. Он устало сидел в просторном кресле резного дуба, оббитом черной кожей, и, не изменяя своей меланхолической позы, посмотрел на Парбуса так, как смотрит человек, уже свыкшийся с тоской. — Ну как, учитель, — сказал ему Парбуз, — ультрамарин, за которым вы ездили в брюги, оказался плохим? Или вам не удалось растереть наши новые белилы? Или масло попалось дурное? Или кисти неподатливые? — Увы, — воскликнул старик. — Мне казалось одно время, что труд мой закончен, но я, вероятно, ошибся в каких-нибудь частностях. И я не успокоюсь, пока всего не выясню. Я решил предпринять путешествие, собираясь ехать в Турцию, Грецию, в Азию, чтобы там найти себе модель и сравнить свою картину с различными типами женской красоты. Может быть, у меня там наверху, — сказал он с улыбкой удовлетворения, — сама живая красота. Иногда даже боюсь, чтобы какое-нибудь дуновение не пробудило эту женщину, и она не исчезла бы. Затем он внезапно встал, как бы уже готовясь в путь. — О, — воскликнул Парбуз, — я пришел вовремя, чтобы избавить вас от дорожных расходов и тягот. — Как так? — спросил удивленно Франховер. — Оказывается, молодого Пуссена любит женщина несравненной безупречной красоты. Но только, дорогой учитель, если уж он согласится отпустить ее к вам, то вам, во всяком случае, придется показать нам свое полотно. Старик стоял, как вкопанный, застыв от изумления. — Как? — горестно воскликнул он, — показать мое творение? — Мою супругу? — Но это было бы отвратительно. Вот уже десять лет, как я живу одной жизнью с этой женщиной. Она моя, она моя и только моя, она любит меня, у нее есть душа. Я, я одарил ее этой душой. Эта женщина покраснела бы, если бы кто-нибудь, кроме меня, взглянул на нее, показать ее. Но какой муж или любовник настолько низок, чтобы выставлять свою жену на позорище? Рожденная в моей мастерской, прекрасная нуазеза должна там оставаться, сохраняя целомудрие, и может оттуда выйти только одетой. Эта женщина не просто творение, она творчество. Пусть приходит твой юноша. Я отдам свои сокровища, картина самого Кареджа, Микеланджело, Тициана. Я буду целовать в пыли следы его ног. Но сделать его своим соперником? Какой позор. Да, у меня хватит сил сжечь мою прекрасную нуазезу при последнем моем издыхании. Но чтобы я позволил смотреть на нее чужому мужчине, юноше, художнику, нет. Нет, я убью на следующий же день того, кто осквернит ее взглядом. Я убил бы тебя в тот же миг, тебя, моего друга, если бы ты не преклонил перед ней колени. Так неужели ты хочешь, чтобы я предоставил мой кумир холодным взором и безрассудной критике голубцов? Парбуз, удивленный страстной силой, с какой были сказаны эти слова, не знал, как отнестись к столь необычным, но глубоким чувствам. В своем ли уме, Френховер? Или он безумен? Обуянный всеми этими мыслями, Парбуз сказал старику, но ведь тут, женщина за женщину, разве Пуссен не предоставляет свою возлюбленную вашим взором? — Рано или поздно она ему изменит, — возразил Френховер. — Моя же будет мне всегда верна. — Что ж, — сказал Парбуз, — не будем больше говорить об этом. Но раньше, чем вам удастся встретить, будь то даже в Азии, женщину, столь же безупречно красивую, как та, про которую я говорю, вы ведь можете умереть, не закончив своей картины. — О, она окончена, — сказал Френховер. — Тот, кто посмотрел бы на нее, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе. Близ женщины золотой треножник, разливающий благовония. У тебя явилось бы желание взяться за кисть шнура, подхватывающего занавес. Тебе казалось бы, что ты видишь, как дышит грудь прекрасной куртизанки Катрин Леско по прозванию «Прекрасная Нуазеза». А все-таки я хотел бы увериться. — Так поезжайте в Азию, — ответил Парбуз, заметив во взоре Френховера какое-то колебание. И Парбуз уже направился к дверям. В это мгновение Жилетта и Никола Пуссен подошли к жилищу Френховера. Уже готовясь войти, девушка высвободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная, внезапным предчувствием. — Но зачем я иду сюда? — с тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза. — Жилетта, я предоставил тебе решать самой и хочу тебе во всем повиноваться. Ты моя совесть и моя слава. Возвращайся домой. Я, быть может, почувствую себя счастливее, чем если ты... Но разве я могу что-нибудь решать, когда ты со мной так говоришь? Нет, я становлюсь просто ребенком. Идем же, — продолжала она, — видимо, делая огромные усилия над собою. Если наша любовь погибнет, и я жестоко буду каяться в своем поступке, то все же не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям?